Доброго времени утра, друзья! Очень часто в инстаграме у меня спрашивают, с чего начать разработку игр, как стать разработчиком, влиться в геймдев, какие советы я могу дать начинающим геймдизайнерам. На самом деле я уже делал несколько подробных видео на эту тему, если их еще не посмотрели, обязательно гляньте. Однако есть еще кое-что, о чем я там не говорил, лишь только упомянул и этому никто не придал значения. Бывало ли у вас так, что вы вроде сели за работу, но понимали, что прошлое минут 5 вы просто тупо залипали в монитор, ничего не сделав? Или вы долго думали с чего начать и в итоге так и не начали? Или делали какую-то вещь невероятно долго, хотя понимали, что сделать ее можно было буквально минут за 5-10? Сегодня я расскажу вам, как быть максимально продуктивным и использовать свое время с умом. Итак, первое, что вам просто необходимо, это план. Четкий план действий с конкретными шагами и этапами. Без плана вы будете гулять вокруг да около, браться то за одно, то за другое. Пройдет довольно много времени, а у вас по сути ничего не изменилось. Чтобы этого избежать, во-первых, придерживайтесь основного пайплайна создания игр, а во-вторых, создайте свой собственный план, расширенный и более подробный. Давайте разберем пример стандартного пайплайна создания игры. Поиск идеи и концепции, сбора референсов и анализ конкурентов. На этом этапе вы решаете, про что будет ваша игра, в каком она будет жанре, на какие платформы выйдет и как будет играться на различных устройствах. Также вы ищете похожие игры, в идеале даже в них играете, анализируете, как разработчики решили ту или иную задачу, как реализовали конкретные механики и на сколько их игры успешны в плане продаж и количества игроков. Кстати, если вы хотите научиться не просто создавать игры, но и превращать их в прибыльные продукты, то стоит задуматься о навыках продюсирования. И школа XYZ School как раз разработала курс на эту тему, в котором преподает опытный игровой продюсер, выпустивший десяток игр и собравший за них 13 номинаций и наград. Он поделится личным опытом и расскажет о всех этапах запуска игры, от зарождения идей до рекламы и релиза проекта. С нуляем за 6 месяцев ты узнаешь, как анализировать игровой рынок, управлять командой разработчиков и найти финансирование для своего проекта. Узнаешь, как рекламировать игру, чтобы привлечь к ней внимание, как опубликовать игру и поддерживать её после выпуска. К концу курса ты будешь готов работать помощником продюсера в студии или даже собрать собственную команду и выпустить инди-игру. XYZ это более 90 тысяч выпускников, обучение в любое удобное для тебя время и, конечно же, менторы с большим багажом знаний, полученные благодаря работе в таких студиях, как Blizzard и CD Projekt Red. А ещё это постоянно обратная связь по заданиям и множество дополнительного материала. Переходи по ссылке в описании, активируй промокод UARTALASKIPLUS и получи скидку до 40% и целый месяц подписки XYZ+. Подписка открывает тебе доступ к 30 эксклюзивным мастер-классам, а при продлении ты будешь получать ещё 15 каждый месяц. Уже на этом этапе вы можете отказаться от своей идеи, потому что поймёте, что это не то, что вы хотели, а может и наоборот, вы найдёте для себя много полезных фишек, которые реализуете в своём проекте. На этапе прототипа вы собираете игру из ахана и палок. Кубики, квадратики, стандартные аситы и бесплатная графика. Что угодно, лишь бы было. Задача этого этапа показать вам, как будет играться ваша игра. Потому что то, что вы представляли в своей голове, как правило, будет сильно отличаться от того, что вы сможете сделать в реальной жизни. И вот тут запомните одну очень важную вещь. Если в игру интересно играть даже без графики, звуков и визуальных эффектов, то с ними в неё будет играть ещё интереснее и приятнее. Но! Если же вам самим уже надоело в это играть, или вы не чувствуете какого-то интереса, то ни красивая графика, ни голливудские спецэффекты и озвучка не спасут ваш проект. Доведите геймплей игры до состояния, в котором он начинает затягивать. Пробуйте добавлять различные элементы или наоборот убирать лишнее. Возможно вы вообще откажетесь от этой идеи и это нормально. Это абсолютно нормально и даже хорошо, что вы поняли это на этапе прототипа, а не когда уже готова вся графика, музыка и прочее оформление игры, которое получилось бы не очень. Посмотрите на мой пукан, бай-бай. Здесь по сути нет графики, но точнее она настолько примитивна, что можно считать, что её нет. Однако геймплей игры цепляет и удерживает игрока. Она нравится людям даже без крутого графона. А если бы здесь был крутой графон, то это просто был бы уже другой уровень проекта, другая цена и другой доход. Кстати, я сделал ремастер этой игры специально для консолей. Добавил туда новых уровней, переделал или улучшил все старые уровни, при этом убрав несколько тех, которые мне казались какими-то скучными. Игра определенно стала круче, но при этом сохранила свою основную стилистику и идею. Осталось только её портировать и положить рядом с консольной Dark Souls, вторую часть которой я также уже разрабатываю и планирую релизнуть в этом году. Но вернёмся к нашему плану. Когда у вас будет прототип, который вас устроит, можно браться за графику и саунд дизайн. По графике я также рекомендую вам сначала поискать референсы и посмотреть на стили игр конкурентов. Но гораздо удобнее выбрать тот стиль, в котором вы или ваш художник-моделлер умеет работать, и на который вы не потратите неоправданно много времени. На тему того, как грамотно выбрать графику для своей игры, у меня есть вот этот вот ролик. Что касается звуков, в зависимости от сложности и качества проекта, можно как воспользоваться бесплатными или недорогими наборами, так и нанять саунд дизайнера, что почти всегда будет лучше, но и намного дороже. Визуальные эффекты значительно добавляют сочности игре и дарят более яркие и глубокие ощущения от взаимодействия с ней. Поэтому допустимо их делать на этапе прототипа, но опять же, чтобы это были общие ключевые моменты, а не полностью готовые законченные эффекты со всей графикой и звуками. Повторять этот простой план следует на всех элементах игры, особенно уровнях. Ведь уровни тоже сначала составляют из примитивов, без текстур и крутых моделей. Играет в них, смотрит где что убрать, а где добавить. И лишь после этого заменяют примитивы на графику и модели. Хорошо, это был основной план разработки. Что же тогда писать в вашем собственном, более подробном плане? В своем плане вы разбиваете большие задачи на множество маленьких. Например, в основном плане у вас написано создать уровень 3. А в вашем маленьком будет что-то вроде добавить основной путь прохождения, добавить альтернативный путь, добавить секретные лазейки, расставить врагов, разложить бонусы. Все это маленькие отдельные задачи. И тогда, даже имея немного времени на работу, ваш мозг сразу будет цепляться за конкретную небольшую задачку и прилагать все усилия на выполнение именно этой конкретной галочки. Это значительно повысит вашу продуктивность и скорость разработки вашей игры взлетит до небес. Следующий крайне важный фактор – концентрация. И это то, чем я сам частенько грешу. Я любитель поработать, включив на фоне какой-нибудь фильм или любимую музыку, попутно отвечая на сообщения в соцсетях и отвлекаясь на различный интересный шум из окна. Стоит ли говорить, что концентрации при этом становится ноль? А значит и продуктивность сильно падает. То, что можно было бы сделать за 20-30 минут, не отвлекаясь, я сделаю за 1,5-2 часа. Но полностью сконцентрировавшись, вообще управился бы минут за 10. К тому же, отвлекаясь на разные вещи, вы можете упустить какие-то важные моменты в процессе, сделать некачественно, и потом либо придется переделывать и тратить время, либо оставлять под лозунгом «и так сойдет». Поэтому, чтобы стать максимально продуктивным, уберите все посторонние звуки, выключите музыку, телевизор и соцсети, отключите телефоны, закройте окна и дверь. Попросите родных и близких не беспокоить вас и не отвлекать, пока вы работаете. Пока я писал текст для этого видео, меня элементарно отвлекала вибрация смартфона, на которой приходили уведомления, и я просто терял мысль посреди предложения. Чтобы войти в рабочий ритм снова, понадобится от 2 до 5 минут, и каждый ваш затупок будет стоить вам времени, а время – деньги. Так что на время работы я оставлю смартфон в полностью бесшумный режим и убираю его с поля зрения, потому что это падло еще и светится, когда на него приходит какое-то уведомление. Кстати, дополнительно, очень рекомендую навести порядок на рабочем столе, не только на экранном, но и на деревянном, на котором этот компьютер находится. Все вещи, не относящиеся к работе, стоит убрать, а хлам выкинуть. А вот если вы творческая личность, то наверняка у вас будут различные коллекционные фигурки, плакаты, нёновые вывески или стикеры. Старайтесь расположить их так, чтобы они не бросались вам в глаза, пока вы работаете. Иначе рискуете предаться приятным воспоминаниям, желанием кому-либо написать или вообще отправиться в отпуск. Говорю на своем опыте. Да, в определенный момент эти фигурки и прочие мерч могут вас вдохновить и подарить интересные идеи, поэтому вообще убирать их не надо. Просто уберите их из поля зрения. Когда вы уберете все эти раздражители и отвлекающие факторы, то сами удивитесь, насколько проще вам стало работать и насколько больше вы стали успевать. Конечно, не нужно работать в таком состоянии постоянно, вы просто очень быстро перегорите и останетесь без сил. Это серьезная нагрузка, после которой надо отдыхать, как после тренажерного зала. Но, ребятки, лучше поработать сконцентрированно в течение пары часов и потом отдыхать весь день или заниматься другими делами, чем на расслабоне и постоянно отвлекаясь проторчать за работой весь день и сделать, скорее всего, даже меньше, чем если бы вы работали как надо. Наконец, финальный момент, который хоть и последний в сегодняшнем списке, далеко не последний по важности. Это мотивация. Сейчас слушайте меня очень внимательно. Вы должны знать, ради чего вы все это делаете. Просто так прикол ради не прокатит. Должны быть четкие причины и цели. Это может быть что угодно. Деньги, слава, признание, моральное удовлетворение. Может и все сразу, не столь важно. Главное, чтобы вы понимали, ради чего это все. Например, делая ремастер Пукан Байбай, я четко понимал, что с продаж этой игры куплю себе новую машину, а с доходов от Дарк Соуса приобрету квартиру. Создавая обучающий контент на ютуб, я знаю, что помогу множеству людей, желающих научиться создавать игры, и это принесет мне моральное удовлетворение. А взявшись за разработку второй части Дарк Соус, я рассчитываю не только на хороший доход, но и на признание среди других разработчиков и, конечно, игроков, потому что это будет мой самый лучший платформер из всех, что я делал. И я точно знаю, что каждый мой проект приближает меня к той жизни, о которой я мечтаю. Я уже реализовал множество своих хотелок и серьезно повысил уровень жизни, просто занимаясь любимым делом. Для меня это достаточная мотивация, я знаю, ради чего я все это делаю, и знаю, что примерно получу за каждое свое решение и каждый свой проект. Поэтому, если вам не хватает мотивации, в первую очередь подумайте о том, чего бы вы хотели больше всего, и начинайте двигаться в этом направлении. Именно этот путь и будет для вас самым правильным. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Ставьте лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Пока!